Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалам алейхам. Мы продолжаем с вами изучать книгу «Деяния апостолов». У нас пришел черед 16 главы, ее первая часть. В начале 16 главы мы находим с вами такой текст. Шауль спустился в Дервию, направился в Листру, где жил Талмит по имени Тимофей, который был сыном уверовавшей еврейки и греков. Интересно, мы сталкиваемся вот с каким персонажем. Его зовут Тимофей. Священное Писание нам говорит о том, что он верует в Ешоа, он является учеником. Его мама верующая в Ешоа еврейка, его отец грек. Возникает вопрос, он сын еврейки, является ли он евреем или нет. На самом деле, возможно, вы знаете, но сегодняшняя традиция говорит о том, что национальность в еврейском народе передается по матери. Несмотря на то, что это спорное заявление с точки зрения Священного Писания, мы должны понять, а как именно оно появилось. Как известно, в период, когда еврейский народ возвращался из Вавилонского плена, было принято старейшинами решение, дабы отослать от себя всех иноплеменных жен и рожденных от них детей. Как мы понимаем, тот период и сегодняшний период весьма схож, ибо сегодня тоже еврейский народ возвращается из плена, из рассеяния. Именно поэтому многие раввины говорят о том, что раз ситуация схожа, то и многие постановления, которые тогда были приняты, тоже схожи. Однако, безусловно, мы должны понимать, что на страницах Священного Писания именно отец ответственен за то, чтобы передавать сыну дат, веру, которую он принял от своих отцов. То есть, и более того, многократно мы видим идею, что именно отец учитывается при рождении сына, и таким образом передается религия. Однако, мы должны понимать, что причина такого решения в древности и такого же решения сейчас происходит от ситуации. Во-первых, многие говорят о том, что поскольку женщины в рассеянии во время погромов нередко подвергаются насилиям, то абсолютно невозможно установить, кто именно отец ребенка, зато точно известно, кто мать. Во-вторых, поскольку женщина первые годы жизни особенно близка с сыном, и, кстати, это подтверждается психологией, что первые годы жизни мальчик ассоциирует себя с матерью, то именно мать может привить ему, сыну, какие-то базовые истины, взятые из иудаизма. Однако, мы должны понимать, что эти решения, это то, что называется в иудаизме Аллаха, то есть постановление. Они призваны помочь еврею исполнять заповеди в той ситуации, в которой он оказался. А это, в свою очередь, значит, что если ситуация изменилась, то и Аллаха, постановление, тоже может и даже иногда должна быть измененной. В третьем стихе мы находим с вами такие слова. Шауль хотел, чтобы Тимофей сопровождал его, и он взял его и сделал ему бритмила из-за евреев, живших в тех местах, так, как всем было известно, что его отец грек. Тимофей совершил бритмила, обрезание, так это называется в русском языке. Сам по себе факт, что Тимофей до сих пор не был обрезан, на самом деле является показательным. Почему? Потому что он указывает на то, что мать на самом деле его ничего еврейского не соблюдала, и никаких принципов ему не привила. В традиции еврейской принято так, что ребенок от момента его рождения находится под властью его родителей. Именно поэтому родители принимают решение, обрезывать его или нет. Но при достижении бармитства, то есть 13 лет, мальчик имеет право сам принять такое решение. Впрочем, он может вполне это делать под влиянием внешних, что, кстати, судя по всему, здесь и произошло. Он сделал это под влиянием Шауль. Но давайте перейдем к вопросу, а почему Шауль решил это сделать? Мы с вами прочитали такие слова. Из-за евреев, живших в тех местах. Интересно. Шауль, которого ложно, на мой взгляд, обвиняют в том, что он пренебрегал еврейскими традициями и учил других ими пренебрегать, ибо я считаю, что Шауль на самом деле всегда соблюдал Тору, и мы будем на страницах Священного Писания видеть это многократно, и нигде никогда он не учит ее не соблюдать евреев, понимает, что отсутствие обрезания у Тимофея может стать помехой для балагой вести. Тут мы должны понять, что для еврейского народа сама благая весть, весть о смерти Мессии уже проблема, о чем и Шауль на отмечает, например, на страницах послания Коринфянам. Проклято повешенная на древе. Нету места в иудаизме смерти Машеху. С одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что если уже проблема существует, то не нужно добавлять к ней еще какие-либо проблемы. Позвольте, приведу пример. Довольно часто здесь в Израиле мы сталкиваемся с проповедниками к еврейскому народу. Это люди, которые считают, что они проповедуют, но при этом они живут по каким-то другим традициям. Мы должны понять, что за годы существования иудаизма в нем сформулировались идеи или механизмы, способные защищать еврейский народ от других религий, в том числе от христианства. Поэтому, если такой человек проповедует к людям, которые тоже не живут по еврейским традициям, то, наверное, у него может что-то и получиться. Но как только он обратится к людям, которые живут в соответствии с еврейскими традициями, может быть, даже не очень глубоко, но достаточно в них разбираются, то он наверняка столкнется с проблемами. Почему? Потому что еврею, например, запрещено разговаривать о духовных вещах, о религии с человеком, у которого нет кип. Еврею запрещено разговаривать о духовных вещах с человеком необрезанным. Поэтому одно из первых вещей, которые могут его спросить, у тебя есть бритмила, ты обрезан? Далее. Очень легко вычисляется человек, который не живет по еврейской традиции, несколькими вопросами легкими, казалось бы, не имеющими никакого отношения к вере. И таким образом человек, если он не живет в соответствии с еврейской традицией, попадает в бан, его не замечают. Что же делать? На мой взгляд, единственным правильным ответом на этот вопрос является жить в соответствии с еврейской традицией. Я имею в виду сейчас тех людей, которые живут в Израиле, которые проповедуют еврейскому народу. Именно поэтому я ношу кипу, именно поэтому я соблюдаю кашрут, я праздную все еврейские праздники, Шаббат, Суккот, Песах. Я делаю так, как, на мой взгляд, я делал и апостол Павел. Я убираю возможные преграды на пути благой вести. Это мой сознательный вывод. Ради братьев моих по плоти, как об этом пишет Шауэль. И, на мой взгляд, именно этим и должны руководствоваться евреи, живущие здесь в Израиле. Нет другого способа проповедовать тем, кто соблюдает традицию, если ты сам ее не соблюдаешь. В девятом стихе мы с вами находим такие слова. Там Шауэль увидел ночь уведения, в котором какой-то человек из Македонии стоял и умолял его, приди в Македонию и помоги нам. Интересно. Наверное, впервые здесь на страницах книги Деяния апостолов мы видим подобные видения. Дело в том, что, как мы должны понимать, Дух Святой действует в нас, дает нам наставление. Он очень часто обращается к нам. Но иногда он обращается к нам в такой форме, которая нуждается в трактовке. Как, на мой взгляд, и произошло здесь. Именно поэтому мы дальше с вами читаем, что автор пишет, мы пришли к выводу. То есть, это не было сразу очевидно. Они рассуждали на эту тему и пришли к выводу. Кстати, это показывает нам на самом деле, что в этот момент автор книги Деяния апостолов, Лука, сопровождает Пшауля. Он находится вместе с ним, ибо он рассказывает об этом событии от первого лица. Дальше, в 13 стихе мы с вами находим такие слова. Затем в шаббат вышли через ворота к реке, где, как мы поняли, собираются молящиеся. Мы сели и стали беседовать с собравшимися там женщинами. Мы должны знать, что на самом деле очень часто в древности, в те времена, синагоги строились возле реки. Это понятно, почему? Потому что река позволяла без проблем совершать обряд, который называется микве. Именно поэтому с древних времен очень часто река в еврейском народе ассоциируется с молитвой. Здесь, судя по всему, синагоги не было. Тоже, кстати, вещь весьма понятная и известная. Дело в том, что особенно в тот период во многих городах крупных Римской империи были запрещены синагоги. Евреев изгоняли из городов. Однако некоторые из них оставались. Им ничего не оставалось в условиях отсутствия синагоги. Нежели как собраться возле реки, дабы, быть может, иметь возможность помолиться. Здесь, кстати, нужно тоже еще один момент обозначить, что большинство традиционных еврейских молитв из литургии синагоги совершаются только в том случае, если есть так называемый миньян, то есть группа из десяти евреев соблюдающих, которые готовы совершать эту молитву. Если же нет, совершаются другие молитвы. И здесь, судя по всему, то и не было, ибо мы с вами читаем о том, что когда они пришли, то они увидели, что там собралось какое-то количество женщин, которых, возможно, просто из той местности не выгнали. И мы не видим никакой литургии. Мы просто видим, что Шауль с этими женщинами и беседуют. Дальше мы с вами находим такие слова, что одна из служивших женщин по имени Лидия была из города Фейтир, торговала пурпурной тканью. Она была боящаяся Бога, и Господь ее открыл сердце, чтобы она могла принять то, о чем говорил Шауль. Интересная женщина, она торговала пурпурной тканью, то, что называется багреницей. Возможно, вы уже слышали, но это довольно дорогая ткань. Это примерно, как сейчас, торговать элитными автомобилями. То есть, наверняка она была женщиной весьма состоятельной. При этом ей дается характеристика, что она была боящейся Бога. То есть, это не было ее первым знакомством с заповедями Божьими. Подробно я об этом не буду говорить в одном из первых уроков по книге Деяния. Я рассуждаю об этом довольно много. Так или иначе, мы видим, что она уверовала, и это привело к интересному результату, ибо она приглашает апостолов погостить у нее в доме. И более того, в дальнейшем мы видим, что, судя по всему, у нее в доме собирается верующий в Ешуа. То есть, он стал своеобразной такой домашней синагогой. Вот такая интересная у нас глава. Я очень надеюсь, что я помог вам в ваших размышлениях. Да благословит вас всех Господь. Большим еще, Машех.